Акция протеста против уколизации рабочих в Нью-Йорке перекрыла движение по Бруклинскому мосту на Манхэттен. Полиция сообщает, что движение по Бруклинскому мосту в сторону Манхэттена перекрыто. В понедельник муниципальные служащие Нью-Йорка проходят маршем по Бруклинскому мосту против мандатория Байдена на вакцинацию КПК. К учителям присоединились полицейские и пожарные Нью-Йорка. Акция протеста, которая закончилась перед зданием мэрии на Манхэттенской стороне моста, объявляется протестом против мандата от имени почти 50 тысяч сотрудников Нью-Йорка, которые не пришли на вакцинацию до крайнего срока. По разным данным, поддержать уволенных пришло до 500 тысяч человек. Протестующие требовали отставки мэра Ди Блазио и отставки Байдена. По данным полиции, движение прекращено с 11.49 утра. Центр Барклай Сеннер в Нью-Йорке, охваченный протестующими, поддерживает отказ также Кири Ирвинга от вакцинации. Сообщается, что все городские сотрудники должны пройти первую прививку от коронавируса к пяти часам сегодняшнего дня, если они хотят прийти на работу утром 1 ноября. Акция протеста проследовала за акцией протеста в воскресенье вечером в Барклай Сеннер в поддержку Кири Ирвинга. Люди собрались, чтобы поддержать его после того, как команда проиграла Шарлотт Хорнеттс на своем домашнем первом этапе без основного защитника. В какой-то момент протест перерос в насилие, когда некоторые демонстранты попытались ворваться на арену. Здесь они столкнулись с тем, кто был против вакцинации и кто за. Служба безопасности полиция едва предотвратила это столкновение. Сам Ирвинг в результате своего решения потерял 17 миллионов долларов. Минимум 50 тысяч городских работников, если они не сделают прививку в пятницу, потеряют возможность вообще оплачивать свои квартиры и кормить свои семьи. Более 80% жителей Нью-Йорка не имеют накоплений, позволяющих оплачивать счета более чем один месяц, находясь без работы. Городские власти сообщают, что пришло время, если вы не хотите вакцинироваться, вас отправят в неоплачиваемый отпуск, что же подавляющее большинство людей ходит на работу, чтобы получать зарплату. И они верят в то, что эти меры незаконны. Мэр Ди Блазио действительно предложил стимул в 500 долларов для городских рабочих, чтобы пройти уколизацию. И это также вызывает споры, поскольку те профсоюзы теперь требуют возврата заработной платы рабочим, которые уже прошли вакцинацию без бонусов.